Здравствуйте, Ваше Святейшество! Я студентка Института Физики, Технологий и Информационных Систем Павлюченко Олеся. Ни для кого, в принципе, не секрет, что у нас сейчас очень сложная демографическая обстановка и ситуация, в принципе. Как Церковь, каким образом она противоборствует появлению и распространению различных негативных явлений в данной сфере? Очень такая деликатная и очувствительная тема, которой Церковь сейчас очень активно занимается. У нас действительно недостаточная рождаемость, последствия могут быть катастрофическими для страны. Мы великая страна, у нас огромные просторы, у нас не хватает людей. А ведь общество развивается, и кому-то надо работать. И вот появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем уж чужие, иностранные, не умеют, не говорить ничего, потом начинают немножко по-русски. Ну а потом женятся на русских, а потом прописка, потом становятся гражданами. И как будто бы в этом не должно быть ничего плохого. Но есть один риск. Вот такого рода люди, они не становятся близким имбинам ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. И образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре. Но если иная вера, иная культура будет так распространяться, что в какой-то момент они сравняются, или, не дай бог, в какой-то момент та иная культура, иная вера стали доминировать, мы потеряем страну. Мы потеряем свою идентичность. Поэтому, не входя в тонкость иммиграционной политики, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не просто стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве должно быть двигателем, который сюда движет огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, не знающих часто русского языка и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу, не о всех говорю, но ведь есть те люди, которые и язык-то не учат специально. Поэтому вот создание вот этой межрелигиозной и межнациональной напряженности, которая может в будущем очень сильно ранить наше общество, оно формируется как бы из мелочей, которые сейчас очевидны, а завтра эти мелочи могут стать уже не мелочами. Поэтому, еще раз понимаю, Москва растет, нужны рабочие, какие дома только строим. И с этой вот точки зрения, утилитарной, нужна рабочая сила, нужна. Не хватает ее в Москве, нет, давайте брать вот и другую. Но ведь эта же сила никуда не уедет после того, как дома построятся. Она вся останется здесь. И у меня нет ничего, никаких плохих чувств к мусульманам. Я долгие годы и до сейчас занимаюсь отношениями русской церкви с исламским сообществом. И у нас исторические исламские общины и в Москве, и в Уфе, и в других местах. И у патриарха очень хорошие отношения с руководителями этих общин. Но не о них речь идет. И даже не о отношениях к исламу, совсем об этом речь не идет. Речь идет о той демографической ситуации, которая может радикально изменить природу нашей страны и нашего государства. Поэтому нужно внимательно подумать, очень внимательно подумать, как работать с этой проблемой. Какие-то у меня мысли есть, я не могу их, к сожалению, здесь озвучить. Но считаю, что наше политическое руководство, капитаны наших индустрий, администраторы, интеллигенции, общественность должны помнить, что то, что сегодня происходит, может разрешиться полным благополучием для всех, а может завершиться и очень большими трудностями и проблемами для России, как государстве, многонациональном, но ядром которого является русский народ. Спасибо большое. Спасибо.